Беременна или нет? Вот в чём вопрос. Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы с вами продолжаем проходить челнч-апокалипсис, и сейчас у нас утро, суббота, почти 7 часов утра, наконец-таки исполнилась мечта Джулии, помыться, да, наконец-таки мы моемся в водопаде, у нас вроде как всё хорошо. В остальном у нас сонное царство в доме происходит, да, и, ребята, знаете, мне кажется, что всё-таки это что-то было не то, а всё-таки вот это вот действие, которое у нас было в предыдущей серии, у Джулии очистить желудок, да, ну, посмотрите на потребности, просто никаких признаков того, что у нас с вами получилось то, что мы с вами делали, да, то есть мне кажется... Я всё-таки ставлю на то, что Джулия не беременна. Так, у нас ребёнок проснулся, есть рыба в конверте, так а зачем брызгаться? Не, подожди, брызгаться не надо, и вот у них постоянно зависает это действие, кстати, я заметила в последнее время. Ребёнок, если ты проснулся, и если ты себя чувствуешь прекрасно, то это же просто замечательно, это значит, что мы с вами можем брать и заниматься прокачкой. У нас мы бьём на мышление, нам нужно достичь второго уровня в навыке мышления, поэтому давай спустишься сюда, и будем изучать гриль. Вчера мы изучали до посидения унитаз, сегодня мы будем изучать гриль, да. Вы можете заметить, что тут стоит напиток, газированный фруктовый напиток, но видите, что мы его не готовили, автор Джилл Васкис. Поэтому, если что, мы правила не нарушали, это безобразие не наших рук дело. Да, это у нас призрак, в общем-то, решила порадовать нашу Джулию за те годы дружбы, которые прошли при её жизни. Но, к сожалению, мы не сможем испить её чудеснейший напиток, да, нам придётся его выбросить. Наши трое девчонок занимаются прокачкой, ну и в принципе, в принципе, на этом всё. Да, я всё-таки думаю, что Джулия не беременна, что это вчера было что-то просто так, ну, знаете, такое... Возможно, из-за того, что она тухляка поела, ну, то есть, как бы, вот. Я думаю, что всё-таки у нас ничего не получилось в предыдущей серии. Возможно, мы попробуем ещё раз. Возможно, мы попробуем ещё раз, потому что... Не знаю, ребята, мне кажется, я не угомонюсь, пока у нас не появится ещё больше детей. Но это, конечно же, вот уже точно. Если у нас всё-таки появятся ещё дети, то это уже, естественно, будет последняя попытка в этом поколении. Да, я думаю, что на второе поколение у нас вполне достаточно продолжателей нашего дела. Поэтому, да, ну, посмотрим-посмотрим, получится или не получится. Нашему маршалу, в принципе, уже у него осталось не так-то и много времени, ребята. Через неделю, через семь дней, в следующую субботу, получается, он у нас станет стареньким. Можете вы в это поверить или нет, но да, так и есть. Это шок. Если честно, это шок для меня, что вот этот вот молодой человек, которого я постоянно называю именно молодой человек, и тут, бац, он станет стареньким уже вот буквально совсем-совсем скоро. Эх, ну ладно, не будем о грустном. Ого, у тебя такой беспорядок. Любишь копить барахло? Могу помочь разобрать весь этот мусор. Слушайте, к нам тут пришла Хелька Старк, и вот с таким вот интереснейшим предложением. И я тут подумала, может быть, действительно воспользоваться, ну, потому что правда, у нас такой бардак, и мы никак не можем... Хотя, с другой стороны, как она с этим справится, если у нас не работает ведро? Мне очень интересно это посмотреть, поэтому, ну, конечно, мы не можем ее как бы официально пригласить. Вот, пригласить Вайти, отправить домой. Вообще, вообще ничего не можем с ней сделать, получается, или как? Хелька. Ну да. Ёлки-палки. В таком случае, ну, в таком случае, ладно. Я думала, сейчас... Так, хватит, хватит, Маршал, слушай, ты меня достал уже, хватит пить, хватит нарушать мне правила, и пытаться, вернее, сделать так, чтобы я заплатила очередное 10 тысяч. Все, хватит, успокойся. Кто это? Дафна Крамер. Слушайте, симы такие интересные. Я вот их как бы раньше не видела. Вот такая худенькая девочка. Какая-то подростка, не, молодая, выглядит как подросток, такая прям худенькая, слушайте, прикольная. Очень, конечно, прикольная. Вот, я думала, что Хелька нам сейчас тут чуть-чуть поможет, но нет, видимо, ребята, нам не поможет, мы не можем приглашать домой симов пока что, к сожалению. Поставь этот, поставь этот стакан, хватит, хватит, слушайте. То сначала он глиной, там, хотел постоянно полепить из глины. Вообще, надоел ты мне, Маршал, уже сколько можно, сколько можно, скажи. Так, и мы тут опять приготовили порцию рыбы в конверте, потому что у нас уже дети опять сейчас будут голодные, вот. А это, конечно же, очень опасно, вот. Поэтому мы не хотим допустить ни в коем случае ничего плохого, поэтому мы заранее приготовили покушать. Вот, Алиса. Алиса очень голодная. Алиса, иди, бери еду и ешь. Ну что же, у нас с вами суббота подходит, в принципе, к концу, и давайте подведем итоги, посмотрим вообще, как наши девчонки справляются. Ну, Алиса уже для, в общем-то говоря, как там это называется? Ой, боже мой, я уже забыла, как называется черта характера. Это хороший малыш или как там, ну, в общем, вы поняли, о чем я. Да, у нас у Алисы уже все давно готово. Что касается наших девчонок, у Ракель у нас, да, то есть у Ракель, да, все правильно, у Ракель вот такие у нас успехи. То есть мы добили передвижения, у нас по двоечке везде, кроме общения. Вот хуже всего у нас с общением почему-то вот у Ракели Беатрис. У Беатрис, конечно, вообще, ну, уже у нее два навыка до третьего уровня развитые, это мышление и передвижение, это очень классно. Но зато в остальных у нее вот довольно-таки много пробелов, и что в горшке, что в воображении, что вообще не у нее первый уровень. Ну, в принципе, в принципе, сколько нам еще? Шесть дней, я думаю, что мы, конечно же, с этим справимся, без проблем, когда ты идешь взять порцию. Хорошо, Джуля у нас пошла кушать, вот, я думаю, что как бы мы еще кого сможем попрокачиваем, вот у нас, хотя нет, Беатрис, я думаю, что ей нужно просто, чтобы мы сейчас, наверное, с ней пообщались. Да, плакать не надо, не переживай, сейчас вот кого ты хочешь, никого, ни маму, ни папу тут, ни маму, папу тут не мелькают, хотя нет, вот папа есть. Отлично, значит, к тебе сейчас подойдет Маршал, вот, поиграет у нас с Беатрис, пообщаться с ней, мы уже будем укладывать всех детей спать. Да, и может быть, может быть, попробуем еще раз вместе с Маршалом и Джулией вот это вот, вот это вот заветное действие. Да, посмотрим, может быть, в этот раз у нас получится. Господи, боже мой, что только что произошло, ребята, я просто обалдела, я просто обалдела, ничего не предвещало беды, и тут у нас выскочило уведомление, пара из-за двоих ребяток. Вы видели прекрасно потребности Джулии, у них не было двойных стрелочек, у них, ну, вы прекрасно, я думаю, это видели. То есть, когда мы вот, когда у нас была зачата Алиса, и потом в следующий раз, когда были зачаты Ракель с Беатрис, вы прекрасно помните, что у нас потребности скакали все как надо. В этот раз вообще ничего такого не было, но, господи, хотите, верьте, хотите, нет, я просто в шоке. Я в шоке, ребята, у нас Джулия беременна, она все-таки беременна, у нас будет еще один ребенок. Так, о май гад, ребята, обалдеть, так, давай ты иди спать, малышка, а ты давай иди, обрадуй, обрадуй Маршала, что он станет папкой еще раз. Господи, боже мой, Маршал, ты представляешь, что я тебе сейчас хочу рассказать, я снова беременна, да ладно, да ладно, серьезно, у нас будет еще один ребенок, ты представляешь себе, обалдеть, просто обалдеть, ты думаешь, мы с тобой справимся? Господи, я, конечно, безумно рад, но как ты думаешь, мы вообще потянем? Да, конечно, потянем, Маршал, что с вторыми девчонками справились и еще справимся? Ох, не знаю, ох, не знаю, честно говоря, справитесь вы или нет. Боже мой, обалдеть, у нас все-таки получилось, ребята, с первого раза, просто, просто я в шоке, давай выразим Джулии восхищение, предложим массаж, конечно же, вот. А нет, хвалить наряд нам нельзя, извиняюсь, я только что вспомнила, да-да-да, конечно. И давайте, давайте, наверное, мы Джулию поцелуем, вот так вот, господи, боже мой, да, тем более он хотел это сделать. У нас будет еще один ребенок, ребята, или даже двое, учитывая то, что у нас черта характера на лей-линии, да, то тут как бы стоит, я думаю, возможно, опять ожидать двойню. И, возможно, это снова будут близнецы или как, уж честно, не знаю. Джулия, давай я тебе сделаю массаж, ты, наверное, так устала. Ой, спасибо большое, Маршал, ну, просто, просто ты чудо. Да я тебе поцелую, господи, я так рад, у нас с тобой такая большая семья, кто бы мог подумать, да, Маршал, действительно, кто бы мог подумать, что у вас правда будет такая большая семья, что у вас будет столько детей. Окей, обалдеть, обалдеть, ну все, ребята, сейчас будет у нас очень все интересно, конечно, да. Сейчас мы с вами будем снова в ожидании детей, интересно, сколько их будет, какими они будут. Возможно, у нас все-таки появится хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь блондинистый, возможно, у нас появятся пацаны, наконец-то, в общем, ожиданий у меня прям целая куча, если честно. Вот, ну, посмотрим, давай пошлем воздушную поцелую еще, вот почему бы и нет. Скажем, что Джулия у нас просто вообще, просто потрясающая женщина. Да, и, кстати, у нас вот по-прежнему, получается, 7 дней, уже можно даже сказать 6 дней до старости нашему Маршалу, и вот так вот, знаете, уже в таком возрасте он, да, уже почти, почти получается в старости, то есть ему останется где-то дней, наверное, дня 4 ему останется до старости, вот, или около того, а он у нас опять станет папкой, вот так вот, вот так вот. Ну, Джулия у нас будет жить, конечно, очень долго, вот, ей до старости еще 17 дней, и то это сейчас у нас, вы прекрасно понимаете, что затормозится возраст на 3 дня, плюс ко всему она у нас закрыла жизненную цель, связанную с культуризмом, вот, и, в принципе, у нее там, что там у нее по наградным чертам характера уже точно я не помню, по-моему, тоже есть тут что-то связанное с долгожитель, вот оно, долгожитель, да, за закрытую жизненную цель культурист, так что, конечно, Джулия наша, вот, настоящий культурист, сразу видно, девушка, которая действительно всю жизнь любила спорт очень сильно, поэтому, да, будет она у нас жить очень долго, поэтому за детей я, конечно же, не переживаю, я думаю, что все будет у нас с вами хорошо, но вообще, мне кажется, что, ох, нас с вами ожидает веселье, нас с вами ожидает веселье, и как минимум у нас будет четверо детей, получается, появляется во втором нашем поколении, как минимум будет четыре представителя, а, возможно, и все пять, кто знает, да, но, с другой стороны, это хорошо, потому что все-таки это означает также количество карьер, которые мы с вами закроем, вот, я надеюсь, что у нас с вами все получится, и мы позакрываем необходимые карьеры, да, так что, вот такие вот дела у нас, ребята, происходят, вот такие вот события, шоковые, поистине, я, если честно, не ожидала, я была уверена, вот смотрите, что сейчас у Джулии происходит с питанием, тройные стрелочки, просто обалдеть, тройные стрелочки, здравствуйте, кто к нам сегодня пришел? Эллен Айверсон, вообще без понятия, кто это, с ней мы точно никогда не общались, впервые вижу эту женщину, но, да, у нас такой участок, что кто к нам, как бы, кто к нам только не может зайти, и да, кстати, ребята, я поздравляю вас с наступившим воскресеньем, у нас уже, наконец-таки, оно настало, два часа ночи, поэтому я думаю, что прямо сейчас я отправлюсь в режим строительства, и буду уже там чудить, да, буду чудить что-то с нашим домиком, и буквально через пару мгновений вы увидите, какие у нас произошли изменения. Ну что ж, ребята, я представляю вам наш новый курятник, и, как вы можете заметить, изменения довольно-таки глобальные. Во-первых, что касается нашего дома, то он стал таким никаким. Я поснимала все дерево, я посмотрела, и действительно, там вот это вот дерево солонянское, оно действительно прибавляет эко-след чистый, поэтому я решила, что будет нечестно, если снаружи тоже будет им облицован дом, поэтому я поснимала абсолютно все дерево, и, как вы можете заметить, да будет свет, да будет свет! Я воспользовалась советом прекраснейшим, просто гениальнейшим советом от Трис купить люстры, которые, в общем-то говоря, работают за счет свечей, потому что для свечей-то электричества не надо, и это поистине гениальнейшая идея, и, боже мой, я не могу поверить, что у нас дома есть свет. Я не знаю, ребята, как вы смотрели все эти серии вообще вот в этом вот мраке, поистине во мраке, у нас был весь дом, но теперь, как вы можете заметить, у нас есть свет, и у нас есть теперь аж 4 горшка, я не знаю, зачем столько, не спрашивайте. Также я купила еще 4 машинки, ну, потому что детей-то у нас будет много, я хочу, чтобы, знаете, у нас не было никаких очередей, чтобы никто ни в чем не нуждался. Также я прикупила новый бак, попробовала вот такой, посмотрим, как он будет работать, я надеюсь, что он будет действовать намного лучше и функционировать, чем его предыдущий собрат, который вот, который развел у нас вокруг дома, и в самом доме такой несусветнейший срач, и, как вы можете заметить, как вы, наверное, уже могли заметить, у нас есть лестница. Я поставила вот такую вот очень удобную лестницу, она действительно экономит очень много места, и это классно, потому что вот для такой лестницы, обычной, ну, в общем-то, у меня не было возможности ее поставить, я надеюсь, конечно, что никаких правилей не нарушаю, что эту лестницу можно сюда поставить, ну, вроде как да, вроде как можно, надеюсь, что так. И да, давайте перейдем, конечно же, на наш новый третий этаж, который больше похож скорее на общежитие какое-то, или я даже не знаю, на хостел. Да, я купила самые дешевые вот эти вот надувные кровати, которые пришли с игровым набором в поход. Вот, да, дело в том, что на тот момент, когда я стартовала АПЕК, у меня не было игрового набора в поход, поэтому тут стоит вот такая вот кровать, а не надувная, но сейчас он у меня есть, поэтому я купила вот эти вот всем известные, известные всем апокалиптикам, наверное, кровати, и сюда я не стала покупать свет пока что, поскольку, ну, все равно у нас эта комната будет нежилая, а деньги, знаете ли, нам нужны, нам самим нужны очень денюжки, поэтому я решила осветить пока что только вот эту комнату, в которой уже 100% совсем скоро будет жить наша Алиса, и потом уже впоследствии и Беатриса Саракель, конечно же. Я решила поставить сразу шесть кроватей, пока что эти комнаты выглядят вот так, благо у нас закрыт культурист, и мы можем спокойно перемещать вещи на любое количество клеток, можем их в багаж, в общем-то, семьи складывать, это не проблема, вот, и я сложила туда, собственно говоря, наш холодильник, также я поскладывала туда все вот эти предыдущие наши люстры, ну, поскольку я не вижу в них никакого смысла, потому что они просто-напросто не работают, поэтому я их запихнула в багаж семьи, также вот этот наш предыдущий бак запихнула, да, ну и, собственно, на этом все, крыши у нас нету, крышу, конечно же, я не строила, потому что, а вдруг у нас будет еще и четвертый этаж, как бы, кто знает, кто знает, посмотрим. Но пока что это все выглядит вот так, я надеюсь, что я не нарушила в ходе строительства никаких правил, буду очень сильно на это надеяться, и, да, еще наша главная достопримечательность нашего участка, теперь, конечно же, это еще один вот такой вот домик, который выглядит, по-моему, в 10 или даже в 100 раз симпатичнее и милее, чем наш, это, конечно же, хлев, это хлев, и прямо сейчас, я думаю, что мы прикупим корову, я надеюсь, мы это можем вообще сделать, так, пополнить кормушку, заняться в ухо, о, господи, нет, давайте купим животное, о, кстати, корова у нас стоит 400 символионов, да, у нас останется 183 символиона на хозяйстве, выходит, всего-то, всего-то, эх, ну, что ж, что ж, я могу сказать, наверное, все-таки стоит приобрести корову, либо это сделать чуть попозже, я даже не знаю, если честно, ладно, давайте, чего уж там, давайте купим корову, коричневую или черно-белую, я хочу, наверное, коричневую корову, нравится она мне, надеюсь, что я об этом не пожалею, вот, ну что ж, ладно, давайте, давайте прикупим корову, yes, Джулия открывает рецепт дружелюбного лакомства, ага, ага, понятно, так, и я так понимаю, что, маршал, ты давай это, что это такое, а, королевский пир, ты давай-ка спать, не обращай ни на что внимания, Джулия у нас тут занимается спортом, боже мой, у нас дома светло, я до сих пор не могу поверить, ребята, честное слово, вот совершенно по-другому играется, так, у нас появилась наша животинка здесь, еее, ребята, у нас появилась животинка, у нас появилась коровка, здравствуй, моя дорогая, корова на островах, вы когда-нибудь увидели такое, она, наверное, просто в шоке, думаю, боже мой, что это такое, какой-то песок, какие-то водопады, пальмы, куда я попала, куда я попала, ой, класс, прелесть, прелесть, просто прелесть, дайте я её вот так вот сфоткаю, красавица, красавица, да, я думаю, что нам надо с ней познакомиться, как-нибудь напомнить о всепрощающей натуре жвачного растения, что? Что это за действие такое интересное? Так, назвать, ну, конечно, я бы её назвала, с удовольствием помыть, отправить внутрь, давайте доить, общаться, давайте пообщаемся, давайте её обнимем, погладим, я в первый раз взаимодействую с животинкой, вот так вот спросить, как коровы делают молоко, ну, давай, вот, отлично, давай, Джулия, иди, познавай мир, познавай мир дикой природы, вот так вот, замечательно, у нас теперь есть коровка, надо подумать, как её назвать, я пока что не знаю, если честно, о, господи, какая прелесть, вы только гляньте на это, скажи привет, моя золотая, привет, рада тебя безумно видеть, добро пожаловать к нам в семью, мы тебя будем любить, обижать не будем, честное слово, ура, я надеюсь очень сильно на это, спасибо, спасибо, здравствуй, здравствуй, Джулия, о, так вот, какая прелесть, господи, боже мой, вот это вот, вот это вот обязательно на превьюшку пойдёт, конечно же, посмотрите, просто посмотрите, какая милота, ой, класс, классно, классно, так, давайте мы её покормим, конечно же, боже мой, она так скачет, так радуется, такая интересная, вообще не могу, класс, смотрите, наша коровка прям кайфует, слушайте, она мне напоминает какао, давайте назовём её Ночка, прикольно, нет, ну, наверное, пускай её зовут какао, мне вот прям она очень напоминает какао, ну, по цвету своему, наверное, знаете, такая вот прям, такое вот прям какао, с ещё с какими-нибудь Наверх с битыми сливками Или еще что-нибудь такое Давайте, да, пускай это будет какао Вот, все, супер, мне нравится Мне нравится И сейчас я хочу, чтобы мы все-таки Выбросить, вот, чтобы мы Дома у нас прибрались в кое-то веке Так, это, наверное, она у нас в домик себе пойдет Да, отлично, она пошла к себе в халев Супер Я не могу поверить, ребята, у нас У наших апокалиптиков появилась корова Обалдеть Обалдеть Я, конечно, безумно надеюсь, что мы сможем ее прокормить Что все будет хорошо Да И, кстати, кстати, кстати Я хочу, чтобы Маршал у нас нашел работу Сделать пока что он этого не может Нам для этого нужно отойти подальше Потому что дом-то у нас Интернет не ловит А если мы отойдем подальше Куда-нибудь К соседскому участку Ооо, обалдеть Это что такое, ребята? Это какое-то загрязнение химическое или что? Обалдеть Или это, знаете, планктоны такие светящиеся? Я просто впервые такое вижу Ничего себе Обалдеть Так, ну и да Если мы с вами отойдем куда-нибудь подальше Ну, в общем-то, вот, например, можно вот к этому домику будет отойти Да, но это, конечно, когда комендантский час Когда комендантский час закончится Вот тут будет интернет ловить Соседским вайфаем воспользуемся, так скажем Да И да Что я хотела сказать Кстати, у нас с вами лето День первый из семи А, у нас сегодня началось лето Серьезно? У нас до этого была весна Интересно Интересно Я как-то вообще за временем Нового года Тут не очень слежу Просто я знаю, что нельзя будет прозевать, когда зима начнется И поставить ее на продолжительный срок Вроде как лето Вроде как все отлично Так И что? У нас Джулия убирается? Или как? Ну-ка, погоди Покажи мне Нет, конечно же, ты оставила мусор здесь Давай Хватит Хватит Алиса, что ты хочешь? Что ты хочешь от мамки? Смотреть И вообще что-то от нее? Поговорить о супергероях Ну, хорошо Ты обязательно поговоришь Но давай ты сейчас маму не будешь отвлекать Вот Давай ты лучше у меня, наверное, с игрушечкой поиграешь Вот А я посмотрю, сможет все-таки в конце-то концов Джулия убраться или нет Да И надо будет нашим девчонкам положить в багаж по одной машинке каждой Потому что у нас на всю нашу ораву детей была только одна машинка Так Алиса хочет отпраздновать день рождения Отлично Я так понимаю, что ничего у нас не работает А почему? Можно узнать, пожалуйста А Все, я вас поняла Ну, я так и думала, что эта кроватка тут будет мешаться Третья Давай, Джулия, выбросить Ну-ка Давай И, кстати, потом надо будет проверить, работает ли Вот эта вот лестница Да, сможем ли мы пробираться на третий этаж Ну, я думаю, что сможем Так И момент истинный И... Ну, Джулия, давай-давай Хватит уже, хватит придуриваться Все Прекрасно Мы выбросили весь мусор, ребята Я поздравляю вас с этим знаменательнейшим событием Да, и сейчас я хочу, чтобы Джулия у меня куда-нибудь, например, вот сюда сесть Вот, я хочу, чтобы она проверила, работает это или нет И совсем скоро я разбужу маршала и заставлю его устроиться на работу Вот Так что, да Так, а что это такое выбросить? Все, ты же уже выбросила Слушайте, зависает у Сима в действии А, а, ты эту кучу Моя ж ты золотая Симка Ну, давай-давай, конечно Выбрасывай, я не против Да, у нас, кстати, какао вышло погулять И она у нас кушает песок Какао, дорогая моя, пожалуйста Давай ты не будешь так делать Джулия в шоке Просто думает Боже мой, что она делает? Она ест песок, какао Не кушай песок Тут травки нету Тут просто песок Он, конечно, я понимаю Такой, знаешь Видимо, у нас в Солане какой-то действительно необычный песок Потому что То наши соседи переносят там вкусняшку И начинают зарывать ее в песок, да Обильно им посыпая, как приправой Сейчас какао у нас песок жует Мне кажется, что-то тут не ладно, ребята Ладно, я надеюсь, что ей от этого не поплохеет, конечно Итак, мы прибыли Тут, мне, кстати, интересно Живет кто-то или нет Вроде как кто-то живет Ну, давайте посмотрим И да, конечно, соседский Wi-Fi работает Отлично Поэтому прямо сейчас мы выберем действие Найти работу Давай, Маршал, давай Не капризничай Пожалуйста, не капризничай Да, нужно, чтобы ты нашел работу Ты, кстати Да, Джулия у нас там кушать приготовила Отлично Значит, скоро будем наших всех детей кормить Часть они у нас, в общем-то, орудуют С горшками своими, да Испытывают новые горшки Так Ладно, давайте мы будем барменом Да Отлично 28 Ну, 28 Так 28 Ребята, я тут увидела одну прикольную вещь Судя по всему, как я понимаю Мы можем уже доить какао Поэтому, в принципе, почему бы и нет Я предлагаю это сделать прямо сейчас Вот И мы получим молоко Да, кстати У нас, наверное, каждый день теперь будет молоко Это хорошо Если что, то у наших детей еще и это будет в качестве еды На всякий случай Я надеюсь Ну, конечно, надо следить, чтобы оно не скисло Потому что кислое молоко дети не хотят пить Вот Ну, это, в принципе, само собой Это все понятно Так И отлично Давайте мы вот так вот Отлично Давайте мы подуем наше какао Какао просто в шоке Что происходит? Да ничего не происходит, солнце Все прекрасно Все прекрасно Просто сейчас ты дашь нам немножечко вкусняшечки Правда же? Отлично Смотрите Тут у меня, по-моему, впервые в жизни у меня Или не впервые Слушайте, может быть, у Маршала такое было Ну, в общем Мне кажется, я либо в первый раз эту табличку вижу Либо во второй В общем-то, нам говорят о том, что Джулия поймала исчезающий охраняемый вид рыб Это рыба-бабочка Ловить эту рыбу нелегально И это может привести к последствиям Но Неэтичный рыбак может захотеть оставить такой редкий и дорогой экземпляр себе Нет, ну, конечно же, мы отпустим рыбу Вот, ни в коем случае ее забирать не будем Как бы Зачем? Да, я надеюсь, ты отпустила рыбу? Ну да, рыбы-бабочки у нас не появилось Слава богу Да, я отправила ее ловить рыбу И, слушайте, у нас Маршал смог еще раз подоить какао Что прям удивительно Если честно Прям второй раз подряд То есть у нас, я так понимаю, сейчас будет еще плюс шесть бутылок молока Ну-ка, покажи Маршал Что ты там? Слушайте, точно Еще Еще шесть бутылок молока Которые годны день Обалдеть можно О, вкуснотища Какао Ты просто волшебница Да Ну-ка, ну-ка, покажите мне Насколько она утоляет колод Слушайте Ну, не так, чтобы сильно Да И, конечно же, сразу естественная нужда у нас скачет вниз Но, в принципе, нормально Нормально Перебиться можно будет Да Все, ребята Рано или поздно это должно было случиться И это случилось У нас появился пыльный кролик У нас появился пыльный кролик, дорогие друзья Появился он в комнате Маршала и Джули И, боже мой, как же я надеюсь, что он нам сейчас, в общем-то, не спалит всю хату Потому что, знаете ли, будет очень обидно Это как минимум, я могу сказать, что будет очень обидно Да, пылесоса у нас как не было, так и нет И, конечно же, не предвидится Так, и чего мы тут плачем? Что такое? Ну, у меня все дети, конечно, грустные Кроме Алисы Алиса, кстати, неплохо так скаканула в прокачке Да, только вот мышление и общение у нее третьего уровня Идеальным малышом она уже, конечно, не станет У нее уже вот и возраст светится Но вообще, мне кажется, что как для Апика, знаете То она прям большая, молодец То есть, три навыка из пяти прокачала до максимума Это очень здорово Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь, чтобы у меня в Апике был идеальный малыш Вы знаете, как я люблю все это дело Но вот правда не знаю, получится или нет Может быть, как-нибудь попробуем Слушайте, я как-то немножко все-таки побаиваюсь этих кролей Я слышала о том, что они могут устраивать пожары И, в принципе, это очень, ну, довольно-таки опасная вещь Боже мой, какой срач у нас здесь, конечно Что ты нюхаешь? Нравится тебе? Как пыль воняет, что ли? Какой ужас? Слушайте, может быть, попробуем наступить? Я, конечно, не знаю, что сейчас случится Я надеюсь, что Маршал не умрет, потому что это будет очень жестоко Ага, супер Ну, слушайте, вроде как, вроде как все нормально Выбросить Давай еще, может быть, ты вот это вот выбросишь И, в принципе, больше мы ничего тут сделать не можем Да, хотя, стой, стой, стой Подожди Мне показалось, что что-то где-то я могла нажать Или это просто мне так показалось? Нет, вроде, вроде ничего нигде не нажимается Ладно Да, давайте мы тогда еще вот здесь пыль выбросим И тогда вот этого кролика, наверное, он у нас нейтральный, да? Давайте мы тоже тогда на него наступим Вот И выбросить, почему нет? Чтобы убрать мусор, нужен мусорный бак В смысле А, все, молодец Еще и заодно здесь захватил Просто умничек Да, Джулия у меня целый день рыбачит Потому что, в принципе, только она готовит у меня рыбку На гриле Поэтому я решила, что Раз уж она у нас такой семейный повар, знаете То почему бы ей сразу не ловить всю эту рыбу И рыбы нам надо много Поэтому, в принципе, ну, у нее потребности падают очень медленно Вы знаете, у нее очень много наградных черт характера Вот эта рыба уже пропала, например То есть надо выбрасывать ее Так, и давай еще на этого короля тоже наступим Маршал, пожалуйста Так, кто у нас не спит? У нас Ракель не спит Ракель у нас штурмует горшок У нас, кстати, вот такие успехи у девчонок Но с общением хуже всего В принципе, горшок осталось закрыть И потом только с общением разобраться У Беатрис тоже Такие же дела Закрыть горшок И потом на общение Под налечь Потому что у нас совсем плохо с общением Но в остальном Все навыки у нас остальные по тройке Вот, мне кажется Что, в принципе, это хороший успех Кстати, да, скоро комендантский час Так что, Джулия, наверное, давай-ка все хоре Иди уже домой Потому что я что-то уже, знаете, забылась немножко Вот, увлеклась, так скажем Отлично Все Так, ну, вроде как все хорошо Вроде как пока что все в порядке Я, наверное, что-то не так поняла в свое время Но я так полагаю, что дети пить молоко не могут Либо я перепутала И как бы неправильно поняла Что вот именно, получается, не тотлеры А дети уже могут пить молоко Но тотлеры его не пьют Судя по тому, что я сейчас вижу Потому что я хотела дать действие Ракет Чтобы она попила молока Потому что она, в принципе, уже хочет есть Вот Но нет, нет Мы его пить не можем Оказывается Оказывается Слушайте, интересно Это, конечно Вот это я удивилась Ну, ладно Буду иметь в виду Итак, дорогие друзья У нашей Джулии настал второй триместр У нее появился просто очаровательнейший пузель Уже в третий раз Но, тем не менее, я все никак не могу на нее налюбоваться Вот И у нас уже практически закончилось наше воскресенье Да И почему я до сих пор не заканчиваю серию Все потому что я жду, когда подрастет Алиса Я очень жду Это случится, скорее всего, где-то уже под утро Вот Я хочу реально дождаться этого момента И потом уже с вами попрощаться Да, какао наше вроде чувствует себя хорошо Хотя, погодите-ка Грязноватый Хлев у нас грязноватый Слушайте, ну, я думаю Маршал Давай, Маршал, почисти хлев Вот, отлично Так, давай, переставай болтать с Джулией Она у нас что? Хочет спать Ну, правильно Джулия спит, знаете Она довольно-таки редко спит Потому что у нее Эта потребность практически не падает Поэтому, да Пускай она поспит, конечно же И, кстати, Маршал у нас на работу Скоро, точно Поэтому сейчас он у меня почистит хлев И потом отправится спать Потому что В пять утра-то вставать, между прочим Да, правильно-правильно Уберись Чтобы у нашей какао там все было замечательно Чтобы она себя отлично чувствовала Ничего не хочу знать Так, и удобрения Пожизненные соки Ничего себе Отлично Ну, нам удобрения-то ни к чему Сейчас на данный момент Но, да Боже мой, какая прелесть Просто на это посмотрите Томас Томас Джабари Или Джабари Ты просто самый потрясающий призрак Спасибо тебе огромное За заботу о нашем доме Так, ребята У нас Маршал вернулся Со своего первого рабочего дня И принес нам аж 56 миллионов Какой молодец Какой молодец Маршал У нас просто не могу Да И почему-то у нас не растет Алиса То есть уже понедельник 7 утра Но почему-то Алиса не растет Я надеюсь, что она не забаговала Вообще меня это пугает Потому что Как бы уже 7 утра Я точно помню, что мы ее зачинали ночью Специально Чтобы она Чтобы не было такой проблемы Что она может вернуться Во время своего дня рождения С работы Как бы, да Потому что в таком случае В таком случае Придется уволиться Вот Понятное дело Что это никому не нужно Из нас Вот Но тем не менее Почему-то Почему-то она не растет До сих пор И меня это жутко пугает Уже 7 утра Если честно Я не знаю вообще Что и думать Что это значит То есть я пока что жду Но Если вдруг она Так и не будет расти То я даже не знаю Возможно я перезайду в игру Или сейчас перезайти Я даже не знаю Давайте возможно я Правда Прямо сейчас Перезайду в игру Может быть Так оно полечится И Алиса вырастет Не знаю Ей богу Ну давайте попробуем Так друзья Я перезайду в игру И что вы думаете Вот я буквально Только-только зашла И у нас у Алисы Что? Правильно Взросление Это все-таки Был баг Ребята И несмотря на то Что мы сделали Все Как бы Все возможное И зависящее от нас О кстати У нас надо Ой У нас надо корову Помыть срочно Несмотря на то Что мы сделали Все зависящее от нас То есть мы Зачали Алису Ночью Специально Для того Чтобы она могла Закрыть какую-то Ну длинную карьеру Да Но несмотря на это Как бы игра решила По-другому Игра решила Забаговать И это еще хорошо Что я Додумалась Как бы Перезайти Надо было Это конечно Сделать раньше Как только я почула Что-то неладное Но знаете Уже ладно Как есть Так есть Так Маршал Ты покушай И после этого Сразу же бегом Мыть какао Вот Помыть какао Обязательно И покормить И доить Вот Вот так вот Ну а мы Ребята С вами Наблюдаем Хоть и такое Не очень Удачное Но взросление Нашей первой Девочки Нашей Алисы Макинтош Посмотрим Какая она У нас сейчас Получится По итогу Да Вот такой вот Забагованной Походкой Она у нас Идет Взрослеть Судя по всему Да Далеко собралась Если ты Алиса Мне вот очень интересно Очень любопытно Так Наверное Она у нас хочет На первый этаж Спуститься Или как Или прям тут Ага Отлично Все Все ребята Поздравляю У нас с вами Появился Первый Школьник И О Очеч Ничего себе Алиса у нас В очечах Так И да Мы получаем Дополнительную Черту характер Счастливый малыш Вот она Как называется Точно Нам вот такие Вот навыки Даются Двоечка Творческие Способности Интеллект Один Общение Один Моторика Два Ну что ж Давайте я сейчас Перейду в генератор И сгенерирую Жизненную цель Ну вернее Детскую Жизненную цель Итак Я в генераторе И нажимаю Сгенерировать Творческое дарование Ага Отлично Так Творчество Творческое дарование И Сейчас Прямо мы Сгенерируем С помощью кубика Какая будет Черта характера У нашей Алисы Гений Ничего себе Прикольно Слушайте Это Хорошая черта Характера Так И Алиса У нас Конечно Алиса У нас Конечно Прям вообще Такая Пухляшка Пухляшка Да И вот Такой Вот у нас Ребенок Получился В очках Конечно Не особо видно Ты можешь Как-то Сменить Одежду Вот Давай На повседневное Сменишь Да Отлично Вот такая Вот у нас Алиса Слушайте Такая смешная Но прям Очень Пухленькая Девочка Такая Прям Девочка Пончик Знаете Вот Но прикольно Прикольно Так И да Алиса У нас Будет жить Конечно На третьем Этаже И давайте Мы ей Определим Какую кровать Давайте Красненькую Вот Выбрать Кровать Вот Алиса У нас Здесь Будет Спать Потрясающе Ну что Ребята На этом На этом Я думаю Точно Можно Заканчивать Нашу Серию Мне кажется Она вышла Супер Длинная Не знаю Посмотрим Но Мне кажется Очень много Я там Доснимала Но Как Есть Я надеюсь Что эта серия Вам понравилась Спасибо Огромное За Внимание Спасибо Вам За то Время Которое Вы мне Уделили Всем До новых Встреч Всем Пока